Приветствую вас, Алёна, ну, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на наличие такого депрессивного состояния у вас, и я не знаю депрессивное это состояние у вас, если это депрессия, но в любом случае нужно проверить, вам нужно проверить свое здоровье, вот, вам нужно проверить свое здоровье на предмет наличия депрессии, вот, если она у вас есть. Чтобы вам ее диагностировали, чтобы вам анонсовые препараты, вот, и чтобы вы не испытывали больше такого вот негативного влияния. подобных вещей на себя. Вот. Это первое. Второе. Ну, потеря смысла жизни связана с правилом, как правило в тем, что человек к себе не присутствует. не прислушивается, вот, ну, к себе самому не прислушивается, человек, вот, и, в общем, из-за этого все проблемы, из-за этого все проблемы. то есть вы как-то вот свои чувства нам подавляете, вот, и, конечно, подавляя свое чувство, ну, нельзя рассчитывать. на то, что ситуация будет улучшаться. А вот почему вы подавляете свои чувства, это вопрос. это вопрос. Обот任aret, вот, это такой preferred вопрос, это чуть-ч douche. это, конечно, это очень хороший вопрос. Iya, наверное, это. Что вы имеете в виду? Ну, которые вы здесь сидели сами. Ставьте. Как я, это снимал. И, как я, это не успел. Я не знаю, что ты не смотришь, что это не смотришь, что я не знаю. Это не смотришь. к примеру. Что-то, 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 что я в ответственном правило? Что-то, что-то, что-то. Это карбмана, этот характер и природу, условий, необходимо по большому счету раскрыть. Потому что очень сильным вам это, на мой взгляд, мешает. Что касается молодого человека и взаимоотношений с ним, то я думаю, что здесь момент связан с вашей поправочной сферой. То есть вы хотите от него что-то получить, вы в какой-то степени от него зависимы. И именно поэтому так сильно ваше настроение зависит от него. В этом, в принципе, ничего удивительного не. Поработать по техничной сфере, преследовать ее и, я думаю, считаться быть лучшим. Что касается взаимоотношений с вашими родными, тут вопрос личный границ. А вот то, что вы такой вот ежик, как вы говорите, это вопрос личный границ. Ибо вы защищаетесь постоянно от кого-то и от чего-то. Угроза. Только потому, что боитесь, ну вот, чувствовать какую-то угрозу в свой образ. А угроза это определенная уязвимость, а соответственно, мы увидим соприкладчивая слабость, а слабость становится слабостью, ну, при определенном отношении с человеком, к этому. Вот, поэтому тут, требуется корректировать это все. Вот, но в целом, все это решаем, безусловно. Вот. Что по оценкам, вы, конечно, молодец, что хорошо учились, но как бы вы не зависели слишком сильно от оценок. Потому что учиться хорошо это одно, а вот совсем другое это учиться тому, что вам интересно и что вам нравится. Вот. К оценкам это не всегда имеет отношение, а очень часто что даже и противоречит, противоречит, потому что, ну, извините. Оценки далеко не всегда демонстрируют уровень профессионализма. Да, мы выучились, да, мы закончили с двумя красными дипломами. Это очень здорово. Вот. Ну, а, как бы, что дальше? Дальше получается, что вам не особо-то и интересно двигаться вперед. Да, получается. Дальше вам не особо-то это все и нужно. Вот. А то, что нужно, вы, может быть, даже и не знаете. Понимаете, да, какая штука? Ну, вот. Поэтому здесь, да, code Дистанциальный подход будет, скажем так, полезен для вас, чтобы разобраться с себя. Вот вы в своем вопросе обращенном к нам очень хорошо показываете свою направленность. Направленность ваша в том, чтобы быть нормальным человеком. Вот, что такое нормальный человек, я уверен, ответить вы несколько разрушаетесь. Потому что норма во взаимодействии между людьми и применения к людям отсутствует. От слова счастье. И то, что вы пытаетесь быть нормальными, и делает вас такой несчастным. Потому что вы игнорируете свою индивидуальность, к сожалению. Вот. Такая вот история. Ну, по крайней мере, то, что я могу вам рассказать, что могу вам ответить. По крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Все. Все. Мы тоже. Все. Все.